КОММУНАЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬ Почему коммунальщики не спешат начать ремонт? Барнаульцы грязи не боятся. Какой район стоит обходить стороной? Расселить нельзя оставить. Почему герой войны отказывается от новой квартиры? И один в поле воин. Именно это пытается доказать житель Бийска. Мужчина единственный, кто остался во многоквартирном доме после того, как этот самый дом расселили. Ветераны Великой Отечественной не устроили новые жилищные условия. Ключи от новенькой квартиры Петру Григорьевичу городские чиновники планировали вручить этой весной. Вот только фронтовик от такого подарка отказался. Причина проста. По мнению пенсионера, здесь удобнее. Говорит, то, что площадь квартиры станет больше, вопрос не принципиальный. Жить, пускай в ветхом здании ему привычнее. У меня здесь, смотрите, экология. Посмотри, у меня черемаха. У меня здесь береза. У меня здесь дуб. И с этой стороны. У меня первый этаж. Меня туда-сюда качают. А там меня дают на втором этаже. Общий коридор. Убедить ветерана переехать в новые апартаменты не могут даже родственники. Тот, в свою очередь, уверяет, что этот дом не аварийный. И жить в нем по-прежнему можно. Хотя вывод специалистов говорит об обратном. Не надо грязи. Один из районов Барнаула буквально утонул в грязи. В принципе, ничего удивительного. Обычное дело в российских ториалях. Но другое дело, что небольшая территория, словно дорога жизни для некоторых барнаульцев. По ней они ходят на работу, до электрички, в больницы и техникум. Да вот сами посмотрите. Сегодня утром мы шли как свиньи. Вот посмотрите, сколько людей идет. И сейчас первая же грязь, первый же дождь. И мы здесь все застрянем. Эти несколько метров для Евгении Николаевны единственный короткий путь на работу. Маршрут через мост по ровному покрытию. Так было. Вот так стало. Сейчас покрытие скорее пригодно, разве что для раллийных гонок. Грязи здесь в избытке. Дойти сухим и чистым до все той же работы миссия для пешеходов невыполнима. Добавляют антуражу вот эти горы земли в перемешку с мусором. Все это уверяют инициативные горожане. Результат работы предприятия, которое находится по соседству. Якобы там начался ремонт площадки. Вот только, говорит женщина, мастера почему-то выбрали именно эту территорию для разгрузки. Мы обращались в администрацию Октябрьского района. Нам сказали, что ничего сделать не могут. Предписание им выписывают. Они за него заплатили и продолжают валить эту грязь. Опасно для входа. Одна из барнаульских многоэтажек, по мнению ее обитателей, готова выиграть в конкурсе на самый худший подъезд. Вот уже несколько лет жильцы пытаются доказать коммунальщикам, что ремонт в доме крайне необходим. Мы вместе с жильцами прошлись по этажам. Большевые ящики, конечно, ужасные. Тут бывает писем, не дождешься столько, ждешь, ждешь, и они не приходят, потому что здесь и сгорают, и они такие без замков. За входной дверью оказалась полная разруха. Знакомство можно начинать с первых этажей. Большой интерьер действительно похож на декорации из фильма о Второй мировой. Стены лестничных пролетов, сколах и трещинах, проводка наружу. Жительница одного из подъездов Людмила Анатольевна выяснила, капитальный ремонт здесь не проводили больше десяти лет. Сейчас уже дошло до того, что штукатурка сходит вместе с краской. Мусоропровод тоже выглядит не лучше. Вот такие, никогда их никто не ремонтирует. Вот был пожар, кто-то поджег, наверное, внизу, пошел вот сюда. Вон все-все-все было в дыму, в грязи. Так оно и есть. На все новых и новых этажах все те же изуродованные надписями стены, искрящиеся провода, разбитый кафель. Так в вечерних сумерках или ночной темноте представляют опасность почтовые ящики. Острые края создают реальную угрозу для здоровья. Да их и ящиками-то сложно назвать. Железные каркасы того и гляди, с треском рухнут вниз. Пока держатся, держатся и мастера из компании ДЭС-2. Мы нам сказали, что будем делать крышу. Потом с крыши что-то тянут, тянут, тянут. Потом сказали, вон, делать окна. Ни то, ни другое, ничего не сделано. Бесполезно. Надо жильцов подбивать, чтобы, наверное, все-таки подавать куда-нибудь лучше. Выход из этой ситуации все же есть, уверяет наш эксперт-юрист Дмитрий Лебедь. В данной ситуации жителям лучше всего обратиться в управляющую компанию с заявлением, где указать необходимость проведения ремонта подъезда. При получении ответа данного от управляющей компании уже дали решать, то есть финансировать это в рамках текущего содержания или дополнительными платежами все это. В случае отсутствия ответов или бездействия управляющей компании обратиться в прокуратуру. На этом у нас все. Напоминаю, телефон нашей редакции прежней 722-301. Это на случай, если вам удалось снять на мобильный телефон факт бездействия коммунальных служб или у вас есть история для новой серии нашей программы. До новых встреч. Не пропустите.